Дом Анастасии Волочковой почти Большой Театр. Везде мрамор, балдахины и изящная ковка. Кажется, что сейчас прозвенит третий звонок, и зрители из буфета пойдут в зал смотреть балет. Вот вас бы устроил Большой Театр Дома. Большой Театр? В смысле? Есть ли у меня балетные дома? Танцую ли я Лебединое озеро? Нет, у меня не хватит высоты потолков для этого, чтобы повесить там колосники, чтобы свет разместить. А вот у Волочковой высоты хватает. Я могу сказать без, скажем, какого-то стеснения, что мой Большой Театр Домашний по качеству выполненных работ гораздо круче, чем Большой Театр России, в который после реконструкции я была несколько дней назад. Когда, вы знаете, я вот зашла в театр, я первая посмотрела на что? На люстру. Там светильники висит, а не люстра. И вот люстра в моем Большом Театре Домашнем, поверьте, смотрится и выглядит больше и дороже, чем люстра в Большом. Так же, как и фрески на плафоне моего театра. Гораздо ярче и качественней, чем там. От Большого Театра Дом Балерины отличается разве что ее портретами, которые развешаны по всем стенам. Все-таки увольнение больно ударило по Волочковой. Возможно, поэтому она решила создать себе личный дом-театр, откуда ее никто не выгонит. То есть у нее президентская ложа, ложа директорская, амфитеатр, билетаж. Ну, нормально. Человек привык уже к атмосфере Большого Театра. Все классический стиль. Хочет и дома. Не хочет переключаться. В подобных жилищах всегда сложно представить хозяев в обычных тапочках или раскиданные детские игрушки на полу. Вот дочка Волочковой и решила перебраться жить к отцу, бизнесмену Игорю Вдовину. В его квартире явно не так мраморно вокруг, как в доме у мамы. Это выглядит все очень плохо, очень отстало относительно нашего с вами года проживания. И видно, что помимо каких-то своих амбиций как человека, там больше ничего нет. Там искусства в этом нет никакого. А интерьер, архитектура – это все, это искусство, ребята. Волочкова действительно постоянно занимает первые строчки в рейтингах самых безвкусных жилищ звезд. Но к критике она относится спокойно. Привыкла, наверное, после комментариев своих шпагатов. Я считаю, что я уже со своим именем и со своим статусом имею право делать все, что мне нравится, и экспериментировать. И, как говорится, не нравится – не смотрите. Я себя не навязываю. Выключили, переключили на другое и пошли дальше. Но у всех же другая реакция. Тиражируют, осуждают, обсуждают. Знаете, говорите чаще, больше. Только говорите. Остается только позавидовать выдержке Анастасии. Площадь роскошных апартаментов Бари Алибасова – 220 квадратных метров. Есть где разгуляться. И он разгулялся. Да еще как. Здравствуйте. Здравствуйте, Барри Каримович. Как вы себя чувствуете? Дормально. Хотим с вами побеседовать. Вы не против? Здорово. Нет, не против. Спасибо. Ты против, Чуча? Ты против? А? Четель. Кс-кс-кс-кс. Опять пришли, видишь? Нет в жизни. Сразу в прихожей продюсера наступаешь на группу «Нана». Точнее, на пол с изображением ребят. Далее следует не то 8, не то 9 комнат. И каждая в своем стиле. Вот черно-белая гостиная. Вот зеленая блестящая спальня. А вот кафе в темных тонах. Да, есть у Алибасова в квартире и кафе. У меня был период, когда я очень много занимался ремонтами. Я должен сказать, что я насмотрелся, конечно, такого. В одном из них я увидел настоящий трон. То есть продавался трон. То есть он стоил там что-то в районе полутора миллионов рублей, этот трон. Кстати, трон был в квартире у покойного Романа Трахтенберга. Но Барри Алибасов превзошел всех. Он установил в санузле золотые писсуар и биде. У меня на юбилей тоже золотой унитаз подарили. И рассказали по телевизору, что уги золотой унитаз. И очень мне завидовали. На меня некоторые так смотрели. Я всем говорю, это не золотой унитаз. Это просто бронзовым цветом. Покрасили, выглядит как золото. Говорят, унитаз у Алибасова тоже был золотой. Но он быстро сломался. И продюсер временно поменял его на обычный черный. А вот воспоминания о том золотом унитазе остались. У меня есть история, связанная с этим золотым унитазом. Я вам, я вам клянусь, я вам клянусь. Это были съемки после обеда, и мне приспичило. Мне приспичило сходить по-большому в золотой унитаз Барри Алибасова. Я вам клянусь. Но золотой он оказался только внешне, потому что не работал смыв. Это было так стыдно. Говорят, сейчас Барри Каримович пытается сдать свою квартиру. Но желающих пока нет. Ведь Алибасов просит за месяц аренды полмиллиона рублей. Так что приходится продюсеру пока самому пользоваться своей золотой сантехникой. Наличие золотого цвета, безусловно, говорит, это наоборот уводит к его родовым корням. Что-то царственное в нем есть. Вот тащит он золото и хочет его сидеть на золотом унитазе. Ну, хочет, пускай сидит. Цвет настроения у писательницы Юлии Шиловой всегда красный. Потому что ее квартира вся в алых тонах. Стены. Столы. Диваны. Покрывала. Ну, когда у меня совсем плохо будет все с работой, я открою бордель, то я покрашиваю стены в красный цвет. А вот у Шиловой с работой все хорошо. И в красный цвет покрашены стены ее личной квартиры. Да, есть в пентхаусе красная мебель, полностью красная кухня опять, красный холодильник. Вот, ну, все это... Мне это все безумно нравится. Ну, как бы я все делаю под себя. Писательница говорит, к дизайнерам она не обращалась. Но это, в принципе, и понятно. Никто из профессионалов не согласился бы на такую вырви глаз расцветку. Например, в Московском архитектурном институте есть красный зал. Он полностью красный. Это зал для лекций от полутора часов, которые длятся. На тебя давит это вот все. Весь этот цвет на тебя давит. И влияет на твою психику. Ты уже не воспринимаешь ничего. Но у Шиловой то ли богатырское здоровье, то ли особая психика. Красный цвет ей ничуть не мешает. Я считаю, что это гормон радости. Такой гормон позитива. И это никому не мешает. Поэтому в своих домах везде все, что есть, я делаю только сама. И все привожу из разных стран. Это уже не первая квартира в красном стиле у Шиловой. Несмотря на постоянную критику, переехав, она вновь берет красную краску в руки. Красный цвет, он возбуждающий на мужчин. Он вообще действует просто как красная тряпка на бокам. Может быть, она так мужа силу возбуждает, кстати. С утра до ночи у них там безудержный секс. У меня в одной из квартир там была мозаика красная в ванной комнате. Вот. И то какая-то такая, знаете, вот какое-то прям безумие было в этой ванне. Происходили постоянные. Вот. Это представляете в доме. Так может, в этом и есть секрет дизайна квартиры-писательница? Дом Надежды Кадышевой похож на музей. Тут и золото. И лепнина. И хрустальные люстры. А я в обществе колдув, я любила и люблю. Это мне судьба позвала грешную любовь мою. Она вообще у нас такая прекрасная, очаровательная. Я ее лично знаю. И супруга. Она выглядит всегда красиво, одетая, так ярко. И мебель я сейчас посмотрел. Замечательно выглядит такой большой мебель. Это, наверное, на четвери. Да, вот огромная скрылка. И, ну, видно, что любят именно такой золотой итальянский стиль. Бундерну бомбину называется. Коместай бене. Точно, итальянский. По крайней мере, по словам певицы, дизайнера своей квартиры она приглашала именно из Италии. В случае Надежды Кадышевой и всего нашего шоу-бизнеса российского, на неми ты хоть мадагаскарского дизайнера, но суть останется та же. Они все равно хотят все дорого-богато. Многие, правда, считают, что квартира у Кадышевой получилась уж слишком дорогой и богатой. Все блестит, сияет. Аж глаза слепит. Я считаю, что когда вот такой стиль, как вы говорите, выбирают наши звезды, селебрити, это вот все-таки всем родом из детства. Как ни крути, как это вот не преслову это звучит, но это так. Вот это, наверное, знаете, компенсация того, чего в жизни, именно в детстве не хватало. Так и есть. Ведь родилась Кадышева в маленьком селе в Татарстане, вот в этом доме. Семья будущей певицы, родители, она и три сестры жили очень бедно. Я помню, к нам приехала родственница. А здесь, видели, да, вот так вот идут, идут, идут эти составы. Она проснулась, говорит, по-моему, что она сказала, не война или какая-то бомбежка, потому что они 60 вагон, бам-бам, она встала, говорит, что такое ночью проснулась из города. Напугалась, что здесь такое творит, потому что не привыкли. А я привыкла. Неудивительно, что вырвавшись из этой нищеты, певица решила украсить свое жилище по-королевски. По крайней мере, с точки зрения самой Кадышевой. Довела меня трубка, гоняяя. Если вы считаете, что это у Надежды Кадышевой перебор с золотом, то вы еще не видели загородный дом Маши Распутиной. Вот уж кто реально застрял в 90-х и никак не может выбраться оттуда. Я родилась в Сибирь. Она из 90-х, и это ее годы, это ее, скажем так, стиль, имидж. И очень трудно Машу представить в современном таком, знаете, в толстовке, там, не знаю, в кроссах. Все-таки она кукла, она такая вся, талия, грудь, все должно быть красиво, попа, локоны роскошные, рыжие. И, конечно же, все из золота позолоченное в 90-е годы, там, ну, ковры, всякие картины, это ее тема. Причем застряла в 90-х певица во всем, и в прическе, и в нарядах, и даже имя никак не может с Маши на Марию поменять. Что же касается жилья, у Распутина воистину царские покои. Все в золоте, в вензелях, ламбрикенах. Запусти в этот дом какую-нибудь Софи Лорен, вот на завтрак или на обед, пусти туда Софи Лорен или какую-нибудь Мадонну, например, пусти в дом Маши Распутина, и она говорит, господи, в какой-то дурдоме я нахожусь, выпустите меня, пожалуйста, отсюда. А нашей Маше нравится. Она называет дизайн своего жилища роскошной классикой. Хотя у профессионалов подобный стиль именуется цыганским барокко. Ты не слышишь меня! Не показывайте этот интерьер никому. Никому не показывайте. Просто не кичитесь этим, не говорите, не приглашайте сюда съемочную группу, говорите, смотрите, какая у меня красота. Нет, это не красота. Но не хай-теком единым жив человек. Если кому-то нравится жить среди золотых колонн и шкур медведей, пусть так и живут. А мы порадуемся или посмеемся. Загородный дом Елены Прокловой – настоящий дом охотника. Повсюду развешаны трофеи. Головы зверей, которых собственноручно подстрелил бывший муж актрисы Евгений Тришин. У меня очень четко воспитано понимание, что жена должна разделять жизнь своего мужа. Сейчас, правда, мужа у Прокловой больше нет. А вот чучела животных остались. Но не выкидывать же их в самом деле. Это еще не самое удивительное, что можно увидеть в домах богатых и знаменитых. У Прокловой звери хоть не живые. Вот это очень большой крокодил. Я только достаю до его задних лап, а он бесконечен туда наверх. О, что у нас здесь только на рублевке не любят. Знаете, наши пресловутые рублевки. Они не просто украшают, они еще заводят всяких там тигров, медведей, львов вообще в доме. Многие защитники природы нападают на актрису. Как она может убивать бедных зверей? Ну, лучше, чем там головы покоренных мужчин бы там висели. Ну, не знаю, я был на охоте лет 35 назад раза три. Больше на охоту не пойду. Вот зверюшек жалко. Ну, жалко и все. И, ну, кто-то вот этим гордится. Но певица не реагирует на хейтеров. Говорит, охотились они с мужем только по официальному разрешению. И вообще, кому что? Кто батиком вышивает, а кто на сафари в Африку ездит? Ну, это, может быть, к охотной страсти, охотничьей страсти прибил ее муж. Это, да, я видел, как они куда-то вместе летали в Африку, и там все эти на и дела. Но она, не думаю, что повлияла охота на ее характер, потому что она больше домашняя, все равно домашняя. Она очень любит готовить. У Проклова и до развода были свои личные места в доме, без всяких звериных голов. Кухня, кладовая, сад. Актриса обожает выращивать цветы и закручивать соленья варенья. А сейчас Елена строит новый дом в Сочи. И там, говорит, обойдется без охотничьих трофеев. Я был свидетелем не раз, как она в захлеб рассказывала, что вот сейчас у нее в Сочи, там у нее там апартаменты. И почему-то все жаждут всей группой. Все-таки посетить ее апартаменты. Ну, когда это будет, через 10 лет будет, через 5 лет, не знаю. Но ждем-ждем приглашения на новоселье. Много лет уже строит. Строит, что-то делает, создает. В этом смысле она молодец, молодец. Дом Валерия Леонтьева напоминает зоопарк. Не надо, я да, не надо. Но не потому, что у него тоже развешаны охотничьи трофеи, а потому, что все в его жилище в звериных принтах. Обивки мебели, стен и даже окантовка телевизора у певца сделаны под леопарда или тигра. Наверное, сложно расслабиться, когда вокруг тебя вот такой хищный достаточно, да, такой активный принт. Наверное, это человеку нужно. Просто так бы не стал человек делать в своем интерьере столько вот этого активного принта. Ну, верно, заряжается, чтобы потом на сцену все это отдавать. Действительно, стоит вспомнить, как выглядят сценические костюмы певца. Мяу! И все вопросы, почему он выбрал такой дизайн квартиры, отпадут сами собой. Пожалей меня! Валерий Леонтьев обожает наряды звериных расцветок. Из всего этого списка дурдома, который я сейчас сижу, комментирую, Валерия Леонтьева хотя бы можно оправдать. Он такой вот весь, это такой кот. И вот у леопарда Валерия Леонтьева, это его прайд, его леопардовое гнездышко. Психологи говорят, страсть к леопардовым принтам у женщин это показатель агрессивного поиска мужчины. Валерий Леонтьев вроде как давно женат. Да и возраст у него уже явно не до охоты. Но леопарды и гепарды из жизни певца все равно не уходят. Что за зверь гепарда? Это мощный, сильный, волевой, грациозный, что мы, в общем-то, видим Валерий Яковлевич. Ну согласитесь, так? Так. Следует он моде какой-то? Нет. Он следует своей гармонии. И он очень честен. Квартиру Гаррика Мартиросяна можно назвать покоями армянской принцессы. Ведь этот дизайн самостоятельно продумала жена юмориста Жанна. Он разрешил жене сделать интерьеры, как она хочет. Наверное, она ему что-то тоже разрешает делать, как он хочет. И вот у них полная гармония семейной жизни. Правда, многие, увидев интерьер Мартиросянов и узнав, что его придумала жена Гаррика, не раз вспомнили поговорку «Послушай женщину и сделай наоборот». В звездном жилище много бархата, много шелка. Не обошлось и без ламбрикенов. Вся из сусального зона, 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 да. В общем, бедная домработница. Да, макияж хорошо смотрится, корона идет. Ну, они чистюлечки, видите, потому что бархат, он вообще очень сложный, чтобы ухаживать. Красивый, кстати, стиль, мне понравился. Я, кстати, вот новое тут себе жилище уже прикупила. Я думаю, что, кстати, я возьму на вооружение мартиросянов, в бархате сделаю. Только в светлом, такая вот, проходушечка. Что касается колористики, в квартире превалирует фиолетовый и серебристый цвет. И, кстати, несмотря на фи от дизайнеров, многим жилище Мартиросяна нравится. Потому что это абсолютно идеальный, то, что на английском языке называется флоулесс. А что, ну, в общем, серебристый с фиолетовым. Очень стильное сочетание. Мне нравится. Я вот сейчас новую машину собираюсь приобрести. Может, действительно, фиолетовый. Не с фиолетовым, а вверх серебряный. Очень красиво. Мне нравится. А вот у Ирины Салтыковой другие цветовые предпочтения в интерьере. Ей нравится все розовое. Иришка, она сама как Барби, но секс-символ нашего детства. Точнее, это для мужчин розовый цвет просто розовый. А для женщин есть десятки оттенков. Фуксия, коралловый, лососевый, терракотовый, пудровый. И все эти оттенки в квартире Салтыковой присутствуют то там, то тут. То коврик, то кресло, то декоративная подушечка. Ой, вы знаете, я так люблю свой дом, что у меня любое место любимое. Любое, абсолютно. И гостиная, и кабинет, и туалет, и ванная комната, и гардеробная. И, в общем, все я люблю. В свое время певица даже засветила свою квартиру в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Вставай, абитуриент, пора к экзаменам готовиться. Ему нужна была именно такая квартира. Квартира была новая, после ремонта. Тогда это называлось евроремонт. Типа модно. Вот. С тех пор прошло много лет. Такие халатики Салтыкова больше не носит. А вот память о розовой юности все еще отражается в ее интерьере. Но справедливости ради надо сказать. По сравнению с предыдущими жилищами звезд, у Салтыковой все выглядит очень неплохо. По крайней мере, спокойно. И на вершине нашего рейтинга настоящий замок. Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязи. Этот дом Галкин начал строить много лет назад, еще до того, как он стал мужем Пугачевой. Зато потом было куда привезти свою принцессу. Или точнее сказать, Примадонну. Когда ты понимаешь, кому ты должен подойти и завоевать, и очаровать, ты абсолютно понимаешь ее статус, ее достижение, ее вот этот кропотливый труп, как она достигла этого, да? Что она заслуживает действительно самого лучшего, самого какого-то царского отношения к себе. Поэтому он постарался создать максимально красивый вот такой замок для нее, вот для своей королевы. В доме супруга все тоже дорого и богато. Но на этот раз без фрикативного Г. На самом деле дорого и богато. В доме не найти мебели из современных материалов. В отделке использованы только элитные породы деревьев. Камень, ручная ковка. Они отвечают внешнему виду этого дома. Мы строим замок, и внутри делаем тоже какой-то замок. И все вроде складывается в какую-то одну картинку. Крыльцо звездного замка украшают статуи драконов и гарпий. Ну или устрашают всяких там папарацци. Впрочем, фотографировать тайком жилища Галкина и Пугачевой нет смысла. Супруги ничего не скрывают. Они постоянно выкладывают видео из собственного дома, так что поклонники могут разглядеть детали дизайна во всех подробностях. Дорогие подписчики, я сейчас вас развлеку тем, что буду мыть потолок. В замке много гостевых комнат, каждая из которых оснащена отдельной ванной. При желании тут может заночевать огромная компания друзей певицы и ее мужа. А тусовки в грязях бывают нередко. Мы в Кавказе тоже любим гостей. У них наверняка звезды приходят, у Аллы. Она такая гостеприимная, ее очень классно готовят, я слышал. И они наверняка вот собираются, все звезды нашей эстрады и гуляют. По самым скромным подсчетам, строительство с отделкой этого замка обошлось артистам в несколько миллионов евро. Ну что тут скажешь, зависть – плохое чувство. Десять самых. Новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова